Всем привет! Сегодня 7 сентября, Московская область. Хочу вам показать миксбордер ривьера и цветник каменный цветок, как они выглядят на начало сентября. У нас очень сильно похолодало, образно говоря, вчера было плюс 30, сегодня плюс 10. И еще идут дожди мелкие практически каждый день. Этот миксбордер создавался в 2020 году, обрамлен камнем на сухой кладке. По краю овсяница из семян. В этом году у меня, как я думала, выприла два куста овсяницы. Это уже новый посев, новая посадка в этом году. Вот два куста. Те я не стала выбрасывать, я прикопала в огороде. И они отошли, я их уже посадила в другой цветник. Гортензия метельчатая Diamond Rouge. Это посадка этого года, новинка. Давно я хотела эту гортензию. Никак ее не формировала, она ко мне пришла по почте уже с листьями, поэтому формировкой я займусь в следующем году, ранней весной. Смотрите, какой красивый зеленый ковер из чабреца ползучего. Хоста в этом году очень сильно горела. Она вообще красивая, конечно. Она мне очень нравится, но солнце ее спалило окончательно. И вот видите, какие листы некрасивые. Здесь у меня высажены два куста гортензии. Это сорт Solong Sunny и Solong Rose. Перезимовали они у меня не очень хорошо. Практически здесь новые побеги, но куст нарос красиво. Это сорт ремонтантный, но, как видите, на новых побегах он не зацвел. Или это пересорт, или куст был слабый и наращивал только новые побеги. Не знаю. Если в следующем году не зацветет, то я выкопаю и посажу в горшок. И буду эти два сорта выращивать в горшках и опускать в подвал. Вот это второй куст. Очень жаль будет, конечно, что если это будет пересорт. Это лиственница пендула. Уже начинает зеленый цвет свытерять, превращаться в золотистый. Она у меня в этом году, видите, зашишковалась. Вот так. Это единственная, между прочим, лиственница плакочной формы, у которой образовались шишки. И причем их очень даже прилично. Это сосна на штамбе. Очень хорошо она зимует, не горит. Отлично. Также хосты у меня здесь высажены. По бордюру высажена лаванда. Эту лаванду я делала летнюю обрезку. Смотрите, уже второе цветение. Не такое массовое, но все же она цветет. Смотрите, вот он куст. Весь на бутончиках. Скоро распустится. Я высаживала, конечно, очень поздно в горшки гладиолуса. И смотрите, не распускается. По крайней мере, вот этот цветок, он по сорту. Такой я и сажала. Красивый очень. Здесь будет гладиолус такой чернильного цвета. Смотрите, прям красота. Здесь вот такой еще. И они все-все уже на стрелках. Все-таки успели зацвести, несмотря на то, что я очень поздно высаживала луковицы. Конечно же, гортензии. В этом году все очень поздно. На Вите даже еще некоторые кусты не стали, еще не окрашиваются. Еще даже не все бутоны распустились. Ну, на неделе две точно гортензия позже цветет. Здесь разрослась у меня хаутюния. Вот такой светофор красивый. Также у меня вышел еще один сорт. Я не знаю, откуда он появился. Вообще, хаутюнию есть два сорта. Это вот такой красно-желто-зеленый, как светофор. И просто зеленая. И кайма бордового цвета. Вот откуда-то она у меня появилась. Кто будет сажать хаутюнию, не забывайте, что она разрастается. Если вам это не нужно, высаживайте в горшок, в ограничитель. Потому что корни у хаутюнии такие расползающие. Она у меня даже вышла, видите, за пределы ограждения камня. Вот сюда даже вылезла. Но она здесь мне не мешает, поэтому я ее не убираю. Лестница Стив Виппер. Вот такая красавица. Нужно в этом году будет поставить металлическую опору. Потому что деревянная опора уже не выдерживает. У лестницы большая сила роста. Здесь гортензия уже начинает розоветь. Красивый куст. Лаванда тоже высажена по краю. Это лаванда этого года. Я высаживала маленькие кустики, вам показывала. Это сорт Монтит Стрейн. И смотрите, он зацвел. Это самосевом. Все кусты. Буквально все на бутонах. Я первое цветение никогда не срезаю, если вижу, что куст хороший. Смотрите, какие кусты наросли. Красивые. Это листница Корник. Остригу ее в шарик. Если вы не будете подстригать, то она будет стремиться вверх. Это листница неплакучей формы. Поэтому все остальные листницы неплакучей формы, они стремятся вверх расти. И чтобы шарик оставался шариком, нужно его подстригать. Вот я подстригала. Видите, уже начали выбиваться веточки. Следующая стрижка у меня будет очень поздней осенью. Когда листва уже опадет, когда будет видно полностью крону, ветки, я тогда буду ее подстригать. Первая стрижка была летом. Я показывала. Здесь у меня высажен вечно зеленый рододендрон. Этот рододендрон я покупала с сеянцем. Очень-очень маленьким. Сейчас покажу. Буквально было раз, два, три, два, четыре листика, которые уже отмирают. Вот такой был малыш с четырьмя листиками. И вот за два года наросла вот такая зеленая масса. Ну, я надеюсь, что на следующий год он зацветет. Потому что, по-моему, здесь вот она цветочная почка уже есть. Ни разу еще у меня он не цвел. Смотрите, как хорошо разрастается кизильник стелющийся. Хорошо забивает траву. Кому нужно закрыть голую землю, посадить кизильник. Вот за два года он вот так разрастается. Закрывает все зеленой своей массой. Размножается он. Выдает вот такие веточки. И на веточках здесь образуются корешки. И вот таким образом он ползет и закрывает землю. Очень хорошее растение, чтобы закрыть именно землю от сорняка. Здесь у меня камнеломка. Камнеломка. Это из семян вырастила. Полоробир. Гортензия. Красавица. Хочу вам показать, подойти к мискантусу. В этом году из-за, видимо, затяжной весны он у меня не зацвел. Он выдает такие высокие метелки красивого, такого медного, блестящего цвета. На солнце великолепно он блестит. Эти метелки блестят. Но в этом году, видите, ни одной метелки он не выдал. Мискантус я на зиму не срезаю. Убираю его ранее весной, как только сойдет снег, боюсь, чтобы не вымерз. Все-таки вот эта масса, она прикрывает корни. И он у меня не вымерзает. Два года этого мискантусу зацвел в первый год посадки. Два года цвел, в этом году нет. Здесь же это можжевельный скальный блю и роу. Смотрите, как они выросли. Уже выше меня роста. Минджу лип тоже хорошо он мне дал прирост. Такие замечательные. Смотрите, вот это все прирост этого года. Это барбарис Рецкарлетт. Также уже потихоньку начинает отцветать топировский. Замечательный куст. Говорят, похож на лаванду. Но очень воздушный. Очень такой неприхотливый куст. Замечательное растение. В композицию аквилегии. Вот они, все кусты. Это я высаживала в этом году. Выращивала семян. Это вы помните, я заказывала у Натали черенки. Это гортензия крупнолистная. Три сестры. Черенки были маленькие. Я вам покажу фотографию. И вот такие уже у меня кусты. Здесь заказывала три. Оказалось, что четыре. Но четвертый я вам покажу. Я его выкопала. Он был возле фасада дома. Это ель голубая на штамбе на маленьком. Гортензия Аннабель Стронг. Уже все, видите, коричневеет. Вот такие у меня шапки огромные. Но в этом году куст безобразный, честно вам скажу. Мне он не нравится. Как-то плоховато вышел из земли. Вот второй куст крупнолистной гортензии. Три сестры. Смотрите, какая большая масса. И листы какие большие. Здесь у меня, я высаживала корнем. Меня угощали. Это, по-моему, как-то называется разбитое сердце. Или что-то такое розовое. Посадила просто так. Здесь ему не место. Потому что, я думала, не выживет. А он, смотрите, какой куст образовал. Так, это гортензия. Забыла. Вспомню. Напишу. Тоже в этом году она мне не нравится. Как она цветет. Ну, что поделаешь. Так. Дельфиниум. Помните, я высаживала в этом году прям одной веточкой. И была вот такая еще одна маленькая. И там несколько листиков. Смотрите, какой уже куст вообще. Семена я не обрываю. Мне в комментариях написали, что он самосеется. И потом, в следующем году, будет у меня рассада. Ну, посмотрим. Я хочу его размножить. Потому что, ну, вы посмотрите, какой великолепный цветок. Черничный. Чернильный такой цвет. Белая серединка. Великолепный. Крупный. Вот. Посоветовали мне в комментариях его сажать где-то на второй план. Потому что листва у него жухнет. Некрасивая. Ну, не знаю. Вот. У меня сидит. Мне пока нравится. Хорошее, красивое растение. Это первый дельфиниум у меня в саду. В цветнике. Вот еще одна гортынь. Да, смотрите. Еще хочет свисти, но уже очень холодно. Тоже перовский еще один куст. Это уже черенок от маточника. Еще один перовский кустик. Это гортензия. Черенок прошлогодний. Это я черенковала. Тоже, смотрите, начинает зацветать. Но я думаю, что не успеет. Это спирея. Мне в комментариях посоветовали ее обрезать сразу после цветения. Но я опоздала. И чтобы на следующий год она зацвела, я ее пока оставила. Вот в следующем году я, конечно, ее сформирую. Потому что это не дело. Такой куст огромный. И весь такой размахайка. Некрасиво смотрится. Смотрите, это традисканция рубра. Такая тоже она интересная, симпатичная. Вся на бутончиках. Это мне в этом году подарили. Здесь же ковер из щебреца ползучего. Хочу его прям много где посадить, чтобы он мне закрыл землю. Он отлично выходит из зимы зеленого цвета. Как вечно зеленый он себя ведет. Замечательное растение. Всем советую посадить. Это я обрезала гвоздику перистую. Смотрите, это уже второе цветение. Немножко скудное, но все же цвет. Второй куст гортензии от Натальи и Трисистры. Это плакучая форма шелковицы на штамбе. Вот такие у нее ветки. Я не обрезала. Потом обрежу. Лобчатка неустанно просто цветет. Очень красивое растение. Мне оно нравится. Постоянно цветет. Зеленое и желтым очень красиво сочетаются. Скальные можжевельники. Это два здесь куста сирени. Здесь у меня небольшой розарий, состоящий из трех роз. И в обрамлении по кругу высажена лаванда. Видите, она повторно начинает зацветать. Но цветение в этом году очень скудное. Во-первых, потому что она позже зацвела. Соответственно, летняя обрезка была позже. И цветение не очень такое обильное. Как бы, допустим, в прошлом году. Розы. Это уже второе, конечно, цветение ее. Желтая у меня вот такая красивая. Красная. Как раз ее я срезала на букеты 1 сентября. Я два делала букета. Как раз я эту розу и срезала. Она мне очень нравится. Потому что, смотрите, когда она цветает, в принципе, бутон остается сухой на месте. То есть она не сорит. Отличная роза. Вот эта роза тоже красивая. Все хорошо, но сорная. Она сразу, во-первых, она цветок долго не держит. И сразу начинает лепестки опадать и сорит. Такой небольшой розарий. Вот видите, повторно цвела. Гвоздика перистая. Здесь Ива на штамбе. Смотрите, как она уже опять выросла. Я ее подстригала в этом году всего лишь один раз. И в зиму, конечно, я ее буду подстригать. Потому что все, выбилось уже. Я ее держу шариком. Вот как будто не подстригала. Потому что у Ивы очень силы роста большая. Вот видите, как красиво. Все-таки цветет бутлея Давида. Замечательное растение. Кустарник просто. Она у нас, по сути, Московской области. Я уже говорила, что не зимует. Я ее срезаю. Оставляю пенечек на 10-12 см. И она уже в следующем году выходит, грубо говоря, из земли. В этом году тоже плоховато вышел этот куст. И цветет не так обильно. Что поделаешь. Это второй сорт лобчатки. Это уже другой цветок. Он покрупнее. Пятилистник или как-то называется. Елия кракона. Тоже в этом году дала хорошие приросты. Здесь у меня растет метельчатая гортензия. Сорт называется Самарская лидия. Смотрите, никак она не распустится. В эту году все очень-очень долго. Это грин карбит. Можжевельник стелющийся. Очень низко стелится. Можжевельник красивый. Красивый зеленый цвет. Изумрудный такой. Мне очень нравятся. Тоже голубые можжевельники. Это туя смарагд. На штамбе. Ну, в плане на штамбе я сама ее поставила на штамб. Грубо говоря. Просто срезала все веточки и стригу ее. Вот уже, видите, выбивается из кроны в виде шарика подстригая. Еще один куст Будлия Давида. Этот куст побольше. Вот так он выглядит. Очень красиво. Постоянно цветет. Вот только отцвела веточка, сразу уже другая цветет. Красиво. Это метельчатая гортензия Skyfall. Такая красавица. Гортензия Pinky Winky. Посадка прошлого года. Как же она мне нравится. Посадила ее на задний план, потому что эта гортензия очень крупная, высокая. Замечательная гортензия. Начеренковала ее. Здесь мискантус у меня. Вот он. Это другой сорт. Он дал мне меделки, но они не такие красивые, как у того мискантуса. Здесь он, видите, немножко совсем другой. У него на листе белая полосочка такая. И метелка совсем другие. У того пышные такие густые метелки, а у этого редкие. Но все же красиво. Тоже будет большой, поэтому сюда на край цветника посадила. Спирия цвела хорошо. Это баданы. Это можжевельник. В этом году посадила на край, на угол цветника. Хочу, чтобы он мне здесь вот так угол весь закрыл. Хочу вам показать лаванду для сравнения. Вот этот куст я обрезала. Делала летнюю обрезку. Смотрите, как он красиво пошел. Сформирован, густая, пышная крона, плотная крона. А это куст не обрезанный в летнюю обрезку. Вот смотрите, какая разница. Он такой разлапистый, распадается. Видите, и не держит форму. Такая вот некрасивая форма, что говорить. И вот вся разница. Не было летней обрезки. И была летняя обрезка. Поэтому лучше, конечно, летом обрезать лаванду, чтобы куст был более плотный, более красивый, конечно. Здесь у меня по краю тоже высажены качвопокровники, баданы, хосты. Сейчас я издалека вам покажу. Ну, не показала самое красивое. Это сибирлок. Это пихта корейская. Она в этом году мне выдала шишки. Видите, какие красивые. Они уже не такие ярко-фиолетовые, как были. Но все же. В жару у нас в Московской области было очень-очень жарко в этом году. Я цветник поливала каждые, наверное, три дня. Это вот край цветника. Это вот тоже гортензия. Мой черенок прошлогодний высадила. Но нет еще бутонов. На следующий год точно зацветет. Сейчас пройдусь, покажу общий план. Здесь растений я много не засаживаю, потому что хвойные, они впоследствии, конечно, разрастутся очень сильно. Поэтому я здесь не засаживаю много растений, чтобы потом не пересаживать. Потому что у меня от ивы, вот так примерно, здесь застелено укрымным материалом, чтобы не росла трава. Поэтому, чтобы лишний раз не резать дырки в материале, я сильно, плотно не делаю посадку. Это вот четвертый черенок от Натальи. Это три сестры. Вот как раз это растение я высаживала вдоль фасада дома. Я вам показывала на место пропавшей моей бесконечное лето. И вот была моя ошибка, что я посадила на это же место. И вот смотрите, в каком виде он есть. Пересадила его сюда. Я надеюсь, что он отойдет, этот черенок, и начнет расти. Видите, как сильно хлорозит. Не знаю, что теперь с ним делать. Может быть, надо было мне его в горшок, конечно, посадить и убрать в теплицу. Но высадила его вот сюда. Все-таки там место было не для гортензии. Вторая гортензия там погибает. Это вот общий план цветника. Замульчировано у меня все конской подстилкой. Толстый слой. У меня часто задают вопрос по поводу того, почему у меня здесь не растет трава. Дорогие друзья, у меня растет здесь трава. Но я когда создавала этот миксбордер, здесь все было застилено. Здесь, во-первых, перекапывалось все вручную. Каждый корешок я вытаскивала руками, чтобы меньше росла трава. Затем здесь, до вот этой ивы, все застилалось толстым картоном и сверху укладывалось толстым слоем мульчи. Конская подстилка. Сейчас, конечно, картон уже перегнил. Конской подстилки становятся все меньше и меньше. На следующий год я буду подсыпать конской подстилки, чтобы слой больше был, потому что земля съела уже эту конскую подстилку. И трава растет, конечно же. Чтобы не росла трава, это должна быть мертвая земля вообще. Или брызгать вот этими специальными средствами, чтобы она не росла. Но я в этом не вижу смысла. Такие препараты запрещены в Европе. Только в России их почему-то используют. Трава растет. Особенно венок у меня растет. Она у меня растет очень точечно. Я зайду на 15 минут вот в этот миксбордер, сорву, когда она еще прям маленькая. Просто пробегусь и все. И у меня травы, в принципе, да, ее нет, но она все равно растет, друзья. Поэтому от травы никуда не деться. Просто здесь нужно понимать, изначально подготовить место, где вы будете высаживать растения. Я, грубо говоря, заморочилась с этим делом. Сделала, чтобы трава меньше росла. Я не могу, да, цветники заросшие травой, все здесь в юнке и так далее. Поэтому хожу, просто ее вырываю, когда она еще маленькая, когда она еще не цветет. И все. Пойдемте, я вам еще покажу цветник, каменный цветок. Я его создавала в этом году. Он тоже обрамлен камнем на сухой кладке. Он в виде спиннера. Кто-то сказал, в виде бабочки я его сделала. Ну что, здесь у меня все хорошо. Растут кактусы в каменном корыте. Это корыто без дна. Помните, я высаживала вот такие маленькие лепешки. Смотрите, уже какие наросли большие сегменты. Здесь же также отщитки. Очень красивый вот этот отщиток. Замечательный. Также отщитки у меня здесь голубые. Кактусы это зимостойкие. Они не требуют укрытия в Московской области. Главное, высаживайте на возвышенность, там где не затапливает ранней весной. И все будет хорошо. И отсыпано у меня здесь все мелким камнем, чтобы вода не застаривалась. Такая композиция. Она мне очень нравится. Кактусы, отщитки и каменные розы. Засыпано у меня здесь все сначала конской подстилкой. И затем я покупала король. Лиственница. Тоже отщиток Мария. Красивый бордовый такой лист у нее. И цветет тоже такими розово-красными цветами. Очень красиво. У меня их здесь два куста высажены. Тоже охостая у меня. Вот видите, вылазит трава. Я вот так вот хожу и вытаскиваю ее. Все. Травы нет. Это аквилегия. Черная карликовая выращивала семян. Смотрите, кусты наросли, но в этом году она не зацвела. Надеюсь, на следующий год зацветет. Вот второй отщиток Мария. Это сейдум спирит. Сейдум сельского спирит. Литл джем. Ель. Здесь у меня очень много камнеломок разных сортов. Это вот один из сортов камнеломки. Вот такая камнеломка Андерсон. Вот трава, видите, пробилась. Подхожу, пока она маленькая. Очень легко вытаскиваю. И все. Это очень мне нравится. Это чабрец. Такой карликовый, альпийский. Я не знаю, как точное его название. Я его посадила на возвышенность. То есть здесь горка из земли. Поэтому он кажется таким кругляшом. Замечательное растение. Цветет микроскопическими цветочками. Вот такой красивый. И лист у него очень мелкий. Замечательное растение. Это вот вторая возвышенность. Тоже оформлена каменным корытом. Здесь кусочки я высадила. Отщипнула и сюда посадила. Смотрите, как разросся чабрец. Здесь каменные розы тоже. Отщитки ползучие. Все отсыпано мелким камнем. Чтобы вода не стояла. Тоже мне очень-очень нравится. Леатрисы у меня здесь высажены. Лаванда. Хоста. Также розы каменные. Лилии. Даймикс. Роза, которая я вам говорила, что выкопалась. Ривьеры. Очень она мне нравится. Алого-красного цвета. Цветет постоянно. Бутончики прямо здесь засыхают. И она не сорит. Вот заболела у меня. Начинает пятнистость появляться. И мучнистая роса. Но от росы я уже обрабатывала ее. Не знаю, может нет. Ну, посмотрим. Здесь же я высаживала в этом году. Это я выращивала из семян. Сейчас бы вспомнить. Как называется растение. Я подпишу. Не могу вспомнить. Вот выдала у меня два цветочка. Они были сиреневого цвета. В общем, зацвела. Но на следующий год я надеюсь, что она зацветет у меня массово. Вот уже трава появилась. Так. Вырываю. В сторону. Астра. Вспомнила. Это астра альбийская. Вот эти вот ослиные ушки. Мне в комментариях посоветовали срезать. Вот эти вот. Обрывать соцветия. И тогда будет красивый куст. Я действительно срезала. Смотрите, такой красивый куст. Не стала бы накапывать. Это у меня вереск. Вот он. Тоже астра альбийская. Отчитки вот эти ползучие. Это в этом году я сеяла овсяницу голубую. У меня здесь очень много всяких отчитков, чтобы закрывали мне земли. Тоже очень-очень красиво. И цветет с желтыми звездочками. Такими цветочками. Здесь же у меня и абриета я выращивала из семян. Вот видите, вороны копошатся здесь у меня. Также вот этот чабрец альбийский. Я его буду называть, потому что он прям для альбийских горок. Этот чабрец, вот этот ползучий. Здесь тоже абриета. Тоже травка, видите, выскакивает. Такая красивая, повторная уже. Наверное, уже в третий раз она цветет. Здесь у меня композиция из камней и каменных роз. Это мшанка шиловидная. Выращивала в этом году. Вы посмотрите, как она, трава опять, как она красиво вообще растет. Цветет уже, наверное, второй или третий раз. Отцветает и сразу же опять зацветает. Такие кочки зеленые, прям ярко-зеленого, вот такой изумрудного цвета. Здесь я сделала возвышенность. Это третья вершина цветника. И по идее у меня здесь будет вот такая поляна зеленая. с белыми цветущими цветами. Это колокольчик я выращивала в этом году. Показывала вам. Здесь, видите, у меня как несколько кустов. И получилось, что и вот такие сиреневые, и белые цветы. Тоже все обриета, это в этом году выращивала. Это туя шариком растет, западная, желтая она такая. И лаванда, очитки. Вот смотрите, другой тоже вот. Он такой уже, знаете, с голубым напылением. Тут если был зеленый, а это вот уже сизый такой. Тоже колокольчики. Это я покупала. Другой виден. Тут был, я вам сейчас показывала круг, да, это, видите, прямо колокольчиком. Это вот эскимо. Такая в этом году из оптхоз мне прислали. Так, это туи шариком. Это пихта. Это была маленькая пихта. Это другая пихта корейская. Хаутмайер. Вот такая тоже. Это посылка оптхоз. В этом году посажена. Видите, я вот так рассаживаю вот эти очитки ползучие. Прям веточки открываю. В землю втыкаю. И все. И у нас еще год будет уже тоже. Здесь ковер. Это тоже колокольчики. Колокольчики красивые. Это ельколючий поливок. Не знаю, как она у меня, конечно, перезимует. Это посылка с оптхоз. Вот она. Посмотрим, как она себя поведет. Это сальвия. Априлнайт. Тоже обрезала вот эти отсвершие. И она заново цветет. Небольшой кустик такой красивый. Это тоже колокольчик портаншлага покупала. Такой беленький, красивый. Тоже камнеломки, очиток. Вот видите, сломался ветром. Я что сломалась, смотрите, просто беру, разгребаю землю, вот так устанавливаю. И все. И он перерастает. Очень хорошо размножается. В принципе, все. Цитники я в этом году поливала часто из-за жары. А здесь я уже убрала однолетники из кувшина и посадила каменную розу и очитки. Это кувшин из шамотной глины, поэтому его можно оставлять на зиму, не убирать с улицы. Он не треснет, ничего с ним не случится. Вот так выглядит цветник каменный цветок. Мне все нравится. Кстати, вот эту тую с марагтом я тоже буду ставить на шарик. Видите, начала, уже оголила ножку и уже выбились некоторые веточки и я подстригала ее шариком. Вот попозже я ее еще подстригу. Вот так поровняю и тоже будет здесь у меня чупа-чупс. Вот так выглядит каменный цветок. Хочу вам показать еще один цветник, который я создавала где-то в первых числах августа. Название ему придумал мой сын. Называется цветник Венера. Но это уже будет другое видео, потому что там есть, что показать и есть, что рассказать. Но у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok